Ну, я смотрел там несколько видео, как делать упражнения для шеи. Ну, там было сказано правильно, что особенно для тех, кто сидит за компьютером, шея всё время напрягается, как надо делать упражнения, и там показаны даже картиночки, какой позвоночник за что отвечает, как это распространяется импульс по телу. Это очень важно, остеохондрозы и прочее, зажимы нервно-мышечные. Потому что проблема в том, что когда ты эмоционально напрягаешься, у тебя в первую очередь шея начинает напрягаться, потому что шея на самом деле это насос, который качает кровь, потому что клетка мозга нужна кислород и так далее. Это всё правильно, да, я так и думаю. Вопрос в том, что когда показывают упражнения, там, ну, например, да, вот, например, как стоять, как стоять, как вытягивать шею или, там, допустим, поворачивать, растягивать, ну, вот это всё, вот это всё неправильно. Вот правильно вот так вот. У меня большой опыт в этом деле, я и мануальной занимался, и иглотерапией в 40 лет занимался, и щёлкал вот так вот, как говорится. Ну, вот давайте по-другому. Я вам просто покажу самый простой способ и самый оптимальный. Надо просто себя отпустить, отпустить, да, отдаться, так сказать, как говорится, ну, кто-то говорит космосу, кто-то Богу, кто-то себя послушать и так далее. Я себя слушаю. Я отпускаю, я знаю главное, что главное это надо отпуститься, освободиться от нервно-мышечной зажатости, от всех этих шаблонов и стереотипов, услышать себя на самом деле. И вот мне в этот момент, когда я вот так, допустим, сделал, захотелось вот так сделать. Ну, и сделай вот так. Потом мне захотелось, вот я там почувствовал скрип какой-то, я там вот, ой, вот здесь, и размял, да, вот по ходу, по ходу. Ну, ты вот как волна, и вот так вот делаю, вот так я делаю. Ну, мне понравилось так делать, потому что мне так легче становится, да, и скрипит, ой, Господи, скрипит. Надо, значит, там помягче делать, ну, разминаю, потом отпускаю себя, потом мне хочется вот так делать, и я делаю вот так, и отпускаю себя. Вот оно и происходит, то, что надо. То, что надо происходит. Когда ты себя отпускаешь, веряя себя этому, этой гармонии, которая внутри тебя, она тебя и регулирует, потому что ты освобождаешься от страха ошибки, исследовать шаблонам и авторитетам. Ты начинаешь следовать себе, ты приходишь к себе. Это и есть элемент ключа, то есть подойди к себе, найди ключ к себе, принцип подбора путем перебора. Там же все это есть. И вот поэтому сидишь там за компьютером, раз, тебе захотелось помять шею, помни, захотелось сделать вот так, сделай, захотелось сделать вот так, сделай. Только в этот момент настройся, что тобой ведет нечто, такое вот полезное для тебя. А это и есть твой инстинкт внутренний, твое тело начинает помогать тебе выходить на эту истину, как правильно делать. Вот я это все сделал, ручками поделал, поговорил вот так вот, и сейчас себя легче чувствую, гораздо. Да, и шея стала свободнее. Вот так вот.